На старинной улице Сергеева Посада, как в XIX веке, варили варенье. В медных тазах, на дровах и под открытым небом. День с вареньем в преддверии Яблочного Спаса устроили владельцы кафе, расположенных на этой улице. К ним присоединились представители одного из местных супермаркетов, поэты, художники и музыканты. Это уже четвертое мероприятие на нашей улице. Завтра будет Яблочный Спас, и мы решили в преддверии варить варенье, раздавать яблоки, играть музыку, играть с детьми, устраивать мастер-классы и небольшой маркет с творчествами наших местных художников и мастеров. Все кулинарные шедевры можно было продегустировать бесплатно. Кроме главного в этот день яблочного варенья, все желающие пробовали апельсиновый джем, острый абрикосовый соус к мясу и другие привычные и необычные блюда. В ход шли кабачки, сливы, ревень, имбирь и даже огурцы. У нас есть мед гречишный и есть мед цветочный. И с огурчиком в закуску, чтобы не слишком сладко казалось. Мне понравился больше цветочный, с огурцом. А раньше ела когда-нибудь мед с огурцом? Нет. Ну и как впечатление? Нормально. Необычно? Да. Вкусно? Да, очень. Что уже успел попробовать? Я успел попробовать мед, пирожные и вот эти шоколадные суфле, пирог с яблоком. А вот сейчас мне мед понравился. День с вареньем пришелся по душе и гостям нашего города. Все, что понравилось и заинтересовало, можно было купить или бесплатно получить рецепт, чтобы приготовить самим. Откуда вы приехали? Из Астрахани. У вас в Астрахани есть подобный праздник? Ну, ни разу не посвящал. Не знаю, были или не были. По-моему, нет подобных. Здесь все проводится. Ну, первый раз на таком празднике. Очень весело. Охота, я не знаю, все попробовать, посмотреть. Здесь варят варенье. Есть для вас что-то новое, необычное? Ну, да. Варенье из помидора – это что-то, нечто. Необыкновенные ароматы царили здесь до самого вечера. А в следующий раз радовать и удивлять Сергеева посадцев и туристов на улице Патриарха Пимена будут в День района. По замыслу организаторов здесь должен развернуться город для детей.